здравствуйте дорогие друзья в комментариях меня часто спрашивают если была промышленность то где артефакты прошлого где заводы техника станки вообще любое оборудование тут важно понять что нам навязан ложный стереотип о том что раз мы чего-то не видим то этого нет вовсе и никогда не было в том что этот стереотип ложный легко понять на примере воздуха то что мы видим воздуха вовсе не означает что его нет однако увидеть воздух можно невооруженным глазом например над костром или обогревателем видно как поднимается теплый воздух таким образом чтобы увидеть то что не видно в обычной ситуации, нам нужно или использовать дополнительное оборудование, или просто посмотреть под другим углом. В серии фильмов про храмовые постройки было неоднократно показано, где могут находиться заводы прошлого, кирпичные, металлургические и прочие. Тут сразу хочу заметить, что я не говорю, будто абсолютно все храмы были заводами. Кстати, не говорил никогда. В этих фильмах были показаны конкретно только те сооружения, которые, по нашему мнению, были промышленными объектами. Однако не менее важным остается вопрос о технологическом оборудовании этих заводов, станках, трубах и прочем. Чтобы понять, где это оборудование, приведу несколько простых примеров. Первый. Индустриализация 30-х годов 20 века. Тогда в села на смену лошади пришли трактора. Сейчас не даю оценки социальному строю того периода. Просто ставлю вопрос, где эти трактора? Или их не было? Или индустриализации вообще не было? Вот пример. Немного попроще. Оба моих деда воевали, дошли до Берлина. И о том, что Великая Отечественная война была, и об ужасах этой войны, лично я знаю не из кинофильмов. Но, друзья, позвольте спросить, а где подбитые немецкие танки с полей Великой Отечественной войны? В различных музеях в виде памятников стоят единицы танков, но разве столько их было выпущено? Или танковых сражений не было? Или вообще Великой Отечественной не было? Если следует логике, раз я этого не вижу, значит этого нет, то мы докатимся, что завтра Германия нам предъявит счет за нападение и оккупацию. Другой пример из нашего времени. А где техника, которая участвовала в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции? Или там никакой техники не было? Или не было самой аварии? Или вот еще пример. Где оборудование советских заводов, которые в 90-х годах 20 века закрылись? Во многих заводах прямо в цехах в наше время устроены гостиницы, офисы, бизнес-центры и прочие заведения мелкорозничного развлечения. О том, что там были заводы всего каких-то 30 лет назад, молодое поколение подчас даже не знает. Друзья, я отвечу вам на все эти примеры разом. Все сдано в металлолом. Все переплавили и пустили в повторное использование. Металлические изделия просто пошли в утиль, где по плану замены старой техники, где по плану расчистки территории, а где и просто разворовываясь. Ведь плавить лом проще, чем добывать руду, обогащать ее, транспортировать и так далее. Тем более сырья вокруг, то есть металлолома, даже в наше время хоть отбавлять. Понимаете, если за основу брать мы этого не видим, значит этого не было, это дорога в никуда. Надеюсь, на основе этих примеров вы поняли, что стало с оборудованием советской эпохи. Вот то же самое было и с техникой в период постапокалипсиса. Если по каким-то причинам эта техника перестала работать, нет топлива, сырья, специалистов, надобности наконец, то эту технику просто разбирали на части и перерабатывали в то, что было нужно на тот момент. Холодное оружие и сельскохозяйственные инструменты. Кстати, фраза «Перекуем мечи на орала» пошла именно с тех самых пор. Да, и не нужно забывать про засыпание грунтом. Наивно полагать, что остатки древнего оборудования будут валяться на поверхности. Все, что валялось на поверхности, уже давно пошло в дело. А вот найти что-то в земле, конечно, еще можно. Но учитывая популярность металлопоиска, это сделать все сложнее и сложнее. И вот сегодня, друзья, хочу вам показать место, где производилась переплавка металлических изделий предыдущей эпохи. Сейчас это место официально называется Собуровская крепость и располагается она в 10 километрах от города Орел. Поездка к ней состоялась в конце мая 2019 года совместно с подписчиками и Евгением, автором и ведущим канала «Разгадки истории». Не забудьте посмотреть фильм на его канале, у него в фильме использована интересная музыка. О том, почему, по нашему мнению, это был завод по переработке металла, вы поймете по ходу фильма. А сейчас не будем забегать вперед, давайте все изучим по порядку. Для начала, как обычно, кратко официальная историческая справка. Впервые село Андрианово упоминается в Песцовой книге Орловского уезда 1678 года. В это время оно принадлежало боярину Ивану Михайловичу Милославскому. В 1721 году его владельцами были братья Андриановы, а затем фаворит Петра I Александр Данилович Меншиков. В 1742 году по указу императрицы Елизаветы Петровны село перешло Федоту Михайловичу Каменскому, который владел им несколько лет. После его смерти в 1755 году имение Сабурова было пожаловано его сыну Михаилу Федотовичу Каменскому, занявшемуся постройкой крепости. Михаил Федотович был образованным человеком, он хорошо разбирался не только в точных науках, но и в гуманитарных. По мнению современников, именно он явился прототипом князя Балконского, героя романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». По славу русского оружия Михаил Федотович решил построить в селе Сабурово усадьбу в виде крепости. Для производства кирпича на нужды стройки в округе работало 14 кирпичных заводов. Под личным руководством Михаила Федотовича возводились крепостные сооружения. Будучи потомственным военным, генерал-фельдмаршалом, толк в них он знал. Получился настоящий музей под открытым небом, были учтены мельчайшие подробности крепостей русско-турецких войн 18 века. Хоть эта крепость никогда не участвовала ни в одном сражении, но была построена по всем правилам фортификационного искусства. Теперь Сабуровская крепость является одной из достопримечательностей города Орел. Она расположена буквально в 10 километрах от города к юго-западу. Высота стен до 4 метров, их общий периметр около полтора километра. Заметьте, периметр стен Тульского Кремля всего 1 километр. Площадь огражденной территории крепости 15 гектар. Юго-восточная стена, две угловые башни, направлены в сторону поселка Знаменка. Юго-западная стена, которая проходит через трехэтажную, так называемую Пугачевскую башню, расположена почти вдоль дороги Знаменка-Сабурова и через нее граничит с Сабуровским кладбищем. Северо-западная стена крепости представлена лишь двумя сохранившимися пирамидами. Это пороховые погреба, использовавшиеся в качестве обычных ледников. Большую часть внутреннего пространства крепости занимал роскошный графский сад с различными оранжереями. От графского дома сохранились лишь отдельные фрагменты фундамента, несколько ступенек лестницы, спускающиеся в сад, а также большие ямы, напоминающие подвальные помещения. Конец краткой официальной исторической справки. Когда начинаешь изучать остатки строений и официальную историю Сабуровской крепости, то сразу возникает очень много вопросов. А именно, первое, наличие треугольных пирамид возле церкви и виртуозная техника кладки, скругленные углы, направленные внутрь крепости. Второе, отсутствие видимой части фундамента. Исследуя любое строение, первым делом я всегда обращаю внимание на размеры кирпичей, качество кладки, кладочный раствор и наличие фундамента и гидроизоляции. Но в Сабуровской крепости фундаментов не видно, ни под крепостной стеной, ни под башнями, ни под пирамидами, нигде. Фундаменты, конечно же, есть где-то глубоко, но на поверхности их не видно, как не видно и гидроизоляции. Далее в фильме вы в этом неоднократно убедитесь сами. Третье, это место очень часто переименовывали. Село Сабурово в прошлом называлось так же Каменское и Андрианово. Четвертое, путанная датировка. Нет никакой даты строительства крепости, неизвестно, кто архитектор и сколько стоила постройка такой усадьбы. Официальная история нам говорит, что постройку руководил лично владелец усадьбы Михаил Федотович Каменский. Но он не архитектор, а военный. Максимум он мог сказать, как это должно выглядеть, а все расчеты должен сделать все же инженер. Есть размытые даты строительства в конце 1790-х, начале 1800-х и информация, что село передано Каменским по указу императрицы Елизаветы Петровны. И потом, почему сельцо Андрианово упоминается в 1678 году, а Андриановы им владели только с 1721 года. Пятое. Этой усадьбой владели такие исторические личности, как боярин Милославский и князь Александр Меньшиков. Но никакой информации о том, что они тут что-то строили, просто нет. Видимо, господа прямо в телеге ночевали, или до села так ни разу и не доехали. Шестое. Колоссальные объемы кирпича для постройки всех сооружений. Официально нам говорится о 14 кирпичных заводах. Но где они располагались и какой объем кирпича выпускали, информации нет. Седьмое. По официальной версии, крепость построена по всем правилам фортификации. А это как раз абсолютно не так. Правильнее сказать, что крепость построена вопреки всем правилам фортификации. Ведь будь это на самом деле боевая крепость, или даже ее имитация, и поместив ее всего на 800 метров северо-восточнее, она бы имела естественную защиту с трех сторон в виде реки. А так имеется плацдарм для размещения осадных орудий и штурмовых отрядов. Понятно, что это не настоящая крепость, а только имитация. Но согласитесь, имитация какая-то паршивая. То есть, резюмируя все вопросы к этому месту, что я хочу сказать? Официалы не знали, как объяснить данный объект. Вот и придумали ему такую легенду. Барин захотел и построил по образу и подобию. Однако должен заметить, что некоторые постройки на самом деле очень древние. Что это было изначально, сейчас сказать уже трудно, если вообще возможно. Каждый объект крепости, достоин отдельного внимания, был нами изучен самым тщательным образом. Однако сейчас, чтобы не затягивать фильм в виде обзорной экскурсии, будут приведены лишь самые основные моменты. Осматривать будем по порядку и начнем с пирамид. Первое, что бросается в глаза, это то, что пирамиды стоят возле храма, который, кстати, ремонтируется. А вот крепость разваливается. Размеры кирпича пирамид 240 на 110 на 60, что даже меньше современного стандарта. По форме эта треугольная пирамида правильный тетраэдр. То есть все его грани это равносторонние треугольники. Друзья, мне всегда был интересен вопрос. Почему, если пирамида, то обязательный ледник? Почему не купол, шар, куб или просто плоская крыша? Почему ледником называют именно пирамиду? Конструктивно обе пирамиды выполнены одинаково. Треугольные своды направлены одной гранью на северо-запад, вдоль крепостной стены. Внутрь крепости направлен округлый угол каждой из пирамид. А вдоль стены углы острые. А круглые углы, кстати, гораздо труднее сделать, чем с острыми углами. Для таких точных работ, то есть это правильный треугольник, у которого один угол закруглен, нужны специалисты высочайшей квалификации. И такая ювелирная работа была проделана просто ради холодильников. Верхняя пирамидальная часть черная. Очень похоже, что покрыта слоем нагара или битума. Отверстия, похожие на бойницы, направлены исключительно внутрь крепости. Между собой пирамиды соединены валом, который, вероятно, является остатком крепостной стены. Важным моментом является уровень грунта вокруг каждой пирамиды. Если находиться внутри пирамиды, то грунт снаружи, на уровне головы, а то и выше. При этом по центру пирамид есть провал вниз. Во второй пирамиде пол даже был забетонирован. Возможно, кто-то уже проваливался. Кирпичные стены выходят прямо из земли, и отсутствие фундамента и гидроизоляции подтверждают, что ниже стена еще продолжается. В каждом строении мы измеряли радиационный фон. У пирамид внутри и снаружи он составлял 0,15-0,17 микрозиверт в час. Вполне естественный фон. Чернобыльской радиации нет. Запомним это. Следующий объект. Западная башня, выполненная в готическом стиле. Мы видим такие же закругленные углы, как у пирамид. Сама башня – это прямоугольник. При этом купол круглый. Справа от входа находится ниша. Все окна башни смотрят внутрь крепости. Кирпич выходит прямо из земли. И снова отсутствие гидроизоляции. Радиационный фон внутри 0,15-0,18 микрозиверт в час. Опять все в норме. Идем дальше. Официально это здание называется дом охраны. Еще его называют Пугачевской башней. Якобы в ней после пленения содержался Емельян Пугачев. И это здание еще интереснее, чем пирамиды. Согласно официальной версии, барский дом был в центре, там где сейчас лес. А это трехэтажное здание – это дом охраны. То есть дом владельца усадьбы не сохранился, но домик охраны уцелел. Гениально. Башня – это не имеет подвала вообще. Это удалось установить лично мне, когда мы провели здесь раскопки. Сейчас здесь пол. Первый этаж непосредственно опирался на материк. И здесь никаких подвальных помещений, где бы кого-то можно было держать, не было вообще. Все слышали? Он сказал, что здесь подвала нет и здание стоит прямо на материке. А теперь давайте посмотрим сами. Первое, что мы видим – входная дверь выдолблена. Возможно, ранее здесь было небольшое окно, причем не по центру, но что этот проем пробит вверх и в стороны видно четко. Тогда где же была входная дверь? Окна имеют разную форму, но к ним мы еще вернемся, когда будем осматривать дом снаружи. Друзья, обратите внимание, в здании не предусмотрено отопление. Также мы видим, что здесь есть пол из плит разного размера и материала, точнее из обломков. Интересно, а в других башнях пола нет. Ах да, это же дом охраны, поэтому тут выслана мозаика из обломков мрамора. Или все же тут есть этаж внизу, который просто забетонировали, как в пирамиде. На стене видим сбитый нагар. То есть после того, как тут что-то горело, это еще хотели оштукатурить. Размер кирпичей 275 на 120 на 70 соответствует началу 18 века. Их размер отличается от размера кирпичей пирамид. На лестнице в стене, ведущей вверх, радиационный фон составляет 0,29-0,32 микрозиверт в час. При том, что в округе, как мы помним, всего 0,1-0,15 микрозиверт в час. Где ты есть? Я здесь. Блин, а у меня я без света. Я без света. Как-то ее надо... Не знаю, хочешь, держи, ты, а давай и сфоткай. А где ты, на каком месте? Вот здесь вот, на входе, в лестницу. А у меня длинный рук не хватает. Сейчас, подожди, давай я сфоткаю. Смотрим этот дом снаружи. Как всегда, видны кирпичи из земли и округлый угол. При всей красоте здания. Арки окон выглядят очень криво, как будто их пробивали в готовой стене. И уже от окон пошли трещины вверх. Возможно, здесь раньше и были отверстия, возможно, даже окна. Но то, что есть сейчас, явно выдолблено позже и просто стилизовано под готическую арку. Однако, это еще не все. Снаружи здания, вровень с окном, лежит шлак. Да, это именно шлак от плавки железа. Мы взяли образец этого шлака и отдали на анализ. По отзывам специалистов, которые его исследовали, этот шлак не продукт сгорания угля в котельных. Это отход металлургического производства. Забегая немного вперед, скажу, что по анализам различных проб скоро будет отдельный фильм. Итак, у нас вровень с окном находится шлак. Причем уровень радиации у этого шлака такой же, как и на лестнице. 0,29-0,32 микрозиверт в час. На территории крепости, только лишь в этом месте и на лестнице, дозиметр пищал почти не переставая. Следующее сооружение – так называемый манеж. Согласно официальным данным, это было двухэтажное здание с колоннами, в котором якобы с 1815 года на протяжении двух десятилетий давались спектакли. Снова перед нашими глазами предстают изумительное качество кладки и готические арки, как и в западной башне. Сколько вижу, каждый раз поражаюсь такой красоте. Также мы видим отверстие в западной стене, чем-то похожее на бойницы. Снаружи манежа видим проход, пробитый прямо в стене. Размер кирпичей манежа 280 на 140 на 70 точно соответствует стандартам начала 18 века. Чем было занято здание с начала 18 века по начало 19, пока стало театром? Официальная история об этом умалчивает. Продвигаясь далее вдоль корепостной стены, видим ее толщину. Стена на самом деле не такая уж и широкая, ну или толстая, кому как нравится. Кирпичи все разные, заметьте. Раствор изысковый с примесями. Есть высолы и реставрированные кирпичи. При этом вдоль стены есть угловые форты, похожие на лучи, как у крепостей звезд. Снаружи углы этих лучей скруглены. Некоторые лучи выполнены в виде угла, а некоторые сразу полукругом. Что интересно, бойницы есть только в лучах и манежа. На крепостных стенах бойниц нет. Но при этом бойницы расположены очень высоко, выше человеческого роста. Как из них стрелять? К тому же бойницы кривые. Опять несоответствие всем правилам фортификации. Друзья, а вот так выглядит просадка фундамента. Это самая обычная трещина в стене. Резюмируя увиденное про крепостную стену, можно четко и однозначно сказать, что стену построили позже остальных строений крепости. При этом упор делался на высоту стены и ее устойчивость, ради чего, собственно, эти лучи и были сделаны. Но это еще не все. Идем дальше. Следующий объект крепости – южная угловая башня. Прямые окна снаружи и внутри оказываются арочными. По стене башни проходит венсканал или дымоход, который выбит в стене, но не имеет копоти. Обращают на себя внимание круглые и ромбические окна. И, как всегда, мы видим кирпичи из земли. Также здесь валяется в огромном количестве шлаг, который имеет радиационный фон 0,28 мкз в час. Подчеркиваю, это именно шлаг. В 10 метрах в траве фон ни разу не превысил 0,1 мкз в час. Также внутри башни, в двух местах под крышей, фон около 0,2 мкз в час. Обязательно напишите в комментариях, что это след от Чернобыля. Потому что, если бы это был Чернобыльский осадок, то фон везде был бы одинаковый. Следующий объект. Восточная угловая башня. Снова видим пробитый вход. Друзья, обратите внимание, кирпич крепостной стены и кирпич башни отличаются по цвету и качеству. Что подтверждает нашу догадку. Стену построили позже. Только смотреть нужно не на кирпичи вокруг пробитой двери, эти кирпичи крашеные. Смотреть нужно на кирпичи выше окон. Заходим внутрь башни. Помимо заплатки в стене и четверти на окнах, видим наши любимые кирпичи из земли. Ну, как обычно, куда же без них. Также обратите внимание на черный потолок и на закладные, которые находятся на уровне груди. Что за башня? Что за башня? Красивая, красивая башня. Окна и сборный ромб. Понял, сейчас подойду. 15-16. 15-16. Субтитры сделал DimaTorzok Далее мы идем вдоль северо-восточной стены. На ней расположены арка въездных ворот, лучи и два домика. Это первый домик. Здесь имеется очень высокое окно, у которого четверть в обе стороны. А еще здесь есть ниши в стенах, конечно же для статуй. Закладные для перекрытия располагаются на уровне глаз, при этом они пробиты в готовой стене, а не выложены при постройке. Дверь сделана из окна и у нее заложен верх, а четверть вообще наоборот с улицы. Следующий домик тоже весьма интересный. На самом деле это пристройка к лучу, у которого нет бойниц. Однако, что именно считать пристройкой не совсем понятно. Так как качество кладки стены домика в разы лучше кладки крепостной стены, у стены домика кирпич ровный, крупный, по размеру соответствует началу 19 века. Однако, по внешнему виду, все выглядит так, как будто эту стену домика пристраивали к крепостной стене. Хотя ее качество кладки гораздо хуже и кирпич разного размера и хуже по качеству. При этом, судя по трещине, от крепостной стены отошел именно луч. Вот с этим моментом непонятно. Ясно только, что фундаменты у них раздельные. И завершаем нашу экскурсию у остатков строений у северо-восточной стены. Что тут было ранее, сейчас можно лишь гадать. А на том месте, где должна, по идее, стоять угловая башня, сейчас стоит просто частный дом с огородом. Да и не факт, что башня тут вообще когда-либо была. Так выглядит панорама крепости. Манеж. Дом охраны. Западная бафня, место фурфа. А это пирамиды, от которых мы начали нашу экскурсию. Здесь находится частный дом и развалины. Второй домик. Первый домик. Восточная башня. И снова манеж. Друзья, но это еще не все. Внутри крепости, везде, под тонким слоем чернозема идет сплошная глина. Причем уровень грунта внутри крепости даже выше, чем снаружи. Мы делали шурф вот в этом месте. В надежде достать до материка. И заметили такой момент с увеличением глубины. Радиационный фон незначительно повышался. С 0,1 мкс в час до 0,18 мкс в час. Однако, для более конкретных выводов, необходимо забуриваться глубже. Так как до материка и окончание слоя глины, буром длиной в 1 метр, мы так и не достали. Яму потом, конечно, засыпали, так что ежики, кошки и лягушки не пострадали. Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать простой вывод. Официальные историки не знали, как объяснить данный объект. Вот и придумали ему такую легенду. Барин построил по образу и подобию. А на самом деле, это древнее сооружение, которое после катаклизма начала 19 века, было обнесено забором из кирпича от разрушенных зданий. И превращено в комбинат по переработке металлолома. О чем до сих пор свидетельствует радиоактивный шлаг, разбросанный в некоторых местах этой крепости. Друзья, на этом благодарю вас за внимание и за то, что досмотрели до конца. Не будем прощаться, ибо впереди нас ждет самое интересное. Всего вам доброго. До свидания.